Подходим к пчелиному рою. Подождите, не спешите пока его пилить, мы пока посмотрим рядышком. Почти как в Индии, почти как горные пчелы образованы. Они на улице живут и тут вообще такая же семья образовалась на улице. Рыбники нашли. Я взял линейку сейчас. Там есть рулетка. Раз, два, три, четыре, пять, сот. Длина сот, значит здесь порядка 30 метров. Ширина на среднем 40-40 метров. Тут немножко дольше. Практически 30 метров. Вот это если всю мерить, то она получается 35-40 метров. Ну тут получается раз, два, три, четыре улочки. Вот здесь получается сколько? Диаметры. Диаметры, значит уже летает. Отогрелись. Отогрелись. Здесь 18 сантиметров, значит. Вот тут остался пенечек на том месте, на котором был сот и гнездо. Сейчас его отпилили. Вот это только маленькое. Остаточек сот. Да, десяток пчелок тут грустит на грустном. Десяток не может понять, куда делать гнезда. Вот тут десятка два. Вот такое гнездо, которое нашли грибники. Вот так как грибы в лесу можно найти пчел. Наблюдательные грибники находят пчелиные семьи. Собирают их и несут свои улей. Возможности, если они, думаю, здоровые, полетим их еще. Вот такие джунгли, в которых обитают украинские пчелы. Сейчас они направляются на свое домашнее место жительства. Сейчас на тачке повезем их уже домой. Вот тут попались челки. Вот сегодняшний осенний поход в лес. В общем-то не за грибами, а за пчелами. Пожалуй, что еще не все пойманы раи. А вот рой сидит уже в ящике и едет переселяться. Ну, вполне хорошо укутали. Так смотрится аккуратненько. А там уже на месте чуть-чуть его подровняю. Ну, я даже не знаю, я хочу, может даже типа такого, что я хочу их соединить просто. Там у них есть семья, у них матки есть. А тут уже есть матки. Или слабо что-то. Просто так поставить, сколько дней они постояли, чтобы они там соединены. А потом уже можно будет перегнать в лишний корпус. Ну, разобраться. Ну, а теперь надо даже с фото разобрать. А потом уже, да. Сторожнее. Манипуляция потом на пасеке. Вот теперь колода едет уже на пасеку. Продолжает свое движение по переселению. В домашние более обжитые условия. Можно будет ее уединить уже. Улучшить ей жилищные условия. Чтобы перезимовала нормально. Приятного аппетита. Вот там и улья уже, тут в колодах есть к ним. Из леса вестимая. Вот уже приехала, можно сказать, свои условия. Маша уже. Ну да, ты такой традиционный. Субтитры создавал DimaTorzok